Не забудь подписаться и поставить мне пальчик вверх. Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня у меня гигантская... Ну, как сказать, гигантская всего там вещей 5-6, но распаковочка от бренда New Chic. Вы готовы? Тогда начнём! Ну, конечно же, как забыть про то, что появятся внизу мои параметры? Да, мои обновлённые параметры вы можете сравнить. Может быть, что-то у меня будет мало, может, что-то будет велико. Всё вот по моим параметрам вы будете сравнивать. Ну, и, конечно же, все размеры я буду указывать в видеоролике. Ну, и в описании всегда есть ссылки. Давненько мы не слышали от данного бренда никаких вестей на моём канале. И вуаля! Мне пришла распаковочка! Уху! Я готова уже тут всё на самом деле пооткрывала, чтобы не тратить время на тупую распаковку, а конкретно уже показывать, что же нам пришло. Красотки! В начале видеоролика я, конечно же, хочу с вами поделиться промоколлой. Да, промоколлом на скидочку от бренда Нью Шик. Так что всё оставляю в описании ссылочки, промокоды. Переходим, покупаем то, что вам понравилось, и используем промокод для дополнительной скидки. Желаю вам приятных покупок! Итак, начнём. Первое, что мне попалось, вот такая вот потрясающий цвет, очень глубокий, блузка, рубашка, здесь асимметричный низ, то есть тут вообще какой-то трешняк в нижней части изделия творится. Но всё же, поскольку Нью Шик это мультибрендовый магазин, здесь представлен вот такой вот бренд Занзе. Размер у меня 5XL, я брала. Возможно, будет немного тесновато, но всё же, достаточно плотная ткань, прям вообще плотная. Ну, в принципе, тут какие-то чуть-чуть есть ниточки, немножко недочёты. Ну, по ниткам, в принципе, это уже не считается, мне кажется, недочёт. И тут есть вот такой вот декоративный элемент пуговки. На этой части нету вариантов застёгивать данные пуговки, поэтому тут декольте будет, прям декольте. Ну, в принципе, выглядит неплохо. На поясе у нас есть резиночка, делает такую интересную сборку. Очень хорошо тянется, поэтому, в принципе, изделие ничего. Так, типа такой стиль а-ля милитари, сочетание с, ну, такой классикой. То есть, в принципе, интересно, но померяем и узнаем, насколько это будет хорошо выглядеть. Ну, девчонки, данная рубашка просто, конечно, бомба. Мне очень нравится то, что подчёркивает зону талии, выделяя её тем самым. Вырез тут, конечно, тоже бомба. То есть, чуть какой наклон. То, девочки, кому нравится декольте показывать, это ваше. Интересные, конечно, у нас по низу вот эти вот геометрические непонятные для меня, конечно, вещи. Но, в принципе, оно всё выглядит достаточно интересно. То есть, такой а-ля casual casual. Но всё-таки я вроде влезла, но я чувствую, что, возможно, размер немножко всё-таки не мой. Потому что чутка как-то, ну, не знаю, некомфортненько, что ли. Не знаю, как это объяснить. И длина, особенно вот здесь, такой оп, меня очень смущает. Не знаю, с чем-то, с джинсами какими-то вот на высокой, только из Италии. Но тоже, то есть, тут у меня уже юбка вот тут находится. Не знаю, всё-таки, мне кажется, на размер бы мне побольше. То есть, я бы чувствовала себя и попросторнее, как бы посвободнее. Но, удивительно, по рукам я влезла. У меня по рукам вообще никакого дискомфорта нет в принципе. То есть, сама по себе изделие очень крутое. Ну, конечно, такие геометрические вещи нужно уметь с чем-то сочетать. Но, в принципе, девочки, я думаю, это можно иметь в виду. Потому что прям рубашка класс. То есть, тут вообще хорошо. Ну, конечно, если у вас выйдут все границы, куда положено, тут придётся делать какую-то дырочку для пуговки. Потому что её нету, даже потайной нету. То есть, вот ещё такой нюансик. Но, в принципе, изделие очень красиво смотрится. Ну, и цвет, конечно же, цвет этого года бомбический. Мне нравится изделие. Но, вот, может, размер больше и было бы ещё лучше. Итак, следующее. Что же там? У-у-у! Ещё одна. Ещё одна рубашечка. Что-то я синяя, знаете. Так, всё синяя-синяя. Но, на самом деле, говорят, что год тигра, именно какого-то водяного. Поэтому синий в тренде. Синий, голубой, любые его оттенки. Поэтому вот. По ощупу похоже на вельвет. Но это не вельвет. Он какой-то очень-очень тонкий. Прошу прощения за сломанные ногти. Очень-очень тонкий. Ну, не знаю, девочки. Прям тоненький вельвет. Здесь, как всегда, модный вот этот вот акцент на наших плечах. Сама по себе изделие очень длинное. На пуговицах. В принципе, даже будет выглядеть как платье полноценное. Ох, ну, не знаю. Будет что-то интересно посмотреть. Размер у меня 5XL. Ну, ткань тоньше, чем вельвет. Он обычный вельвет. Прям такой тяжёленький. А тут, в принципе, ничего такого сверхъестественного по весу нет. Ну, обычное платье будет выглядеть как платье. Но вообще, это просто какая-то туника или рубашка. Ну, платье, туника, рубашка. Вот таким образом выглядят пуговки. То есть, в принципе, надо мерить, я считаю. Ничего такого сверхъестественного. Ну, немножко дизайн, кстати, вот. Ох, тут как бы пуговица. Это чисто как элемент дизайна, а не как крепление. Ну, это странно, конечно. Ну, ладно. Пусть будет так. Ну, вот такое вот замечательное изделие. Очень длинное. Будет, скорее всего, как платье. Вот просто чуть-чуть. Есть боковые небольшие разрезики по низу. Ну, это нормально для полных девушек. Я считаю, в принципе, когда ты садишься, у тебя попа расширяется. Да, бёдра тоже становятся больше при посадке. Поэтому, в принципе, учтено. Так что, вполне. Девочки, достаточно интересное изделие. Я считаю, я вот сделала таким образом рукава. Но, в принципе, их здесь можно даже на пуговку прикрепить. Кому как нравится. И я думаю, будет достаточно свободная пуговка. В принципе, я думала, что это будет а-ля рубашка, туника, ну, удлинённая. А тут вышло, бац, полноценное платье. Мне кажется, эта туника была длиннее, чем моё платье, с которого я начинала видеоролик. То есть, девочки, в принципе, очень неплохое платьишко. И оно достаточно тёплое, потому что мне дома уже достаточно в нём жарковато. И это не вельвет. То есть, я не знаю, что это за ткань. То есть, она похожа на вельвет. Фальшь вельвет. Похоже на него, но, как бы, свойства вельвета в плане, там, теплоты, оно не теряет. Поэтому, достаточно тёплое изделие. По рукам тоже всё хорошо, как видите, село. Мне удобно, мне комфортно. Мини-платье, просто мини-мини. А можно носить, как бы, как чисто такое накинуть, такую, вот, знаете, рубашку поверх чего-либо, футболки там. Ну, не знаю, кому с чем нравится. Можно, вот, как полноценное изделие самостоятельно носить. Поэтому, вполне на ощупь, нигде ничего не колет. То есть, приятно. Сама, как бы, изделие тоже можно погладить. Достаточно такое, ну, не слишком мягкое, но приятное. На ощупь ничего нигде не колется. Мне кажется, самое вот это, вот, важный момент. Ну, не знаю, что ещё про него сказать. Потому что, в принципе, ну, неплохо. Конечно, я ждала немного другого. Я ждала хотя бы тунику, ну, по пояс, вот, посюда длину. А тут прям платье появилось в моём арсенале новое. Ну, посмотрим, может быть, поносим. Давайте смотреть, что же дальше. Оп. Оу. Ну, тут такая синтетическая рубашечка. Довольно-таки, я думаю, просвечивающая. Прям ткань вообще. Вот мои чёрные ноготочки уже видно. Поэтому здесь только какое-то бельё бежевого цвета. Интересно, конечно, так зашито. У них прям внахлёст зашивается. Ну, не знаю, размер 5XL. Вот такая вот простецкая, обычная рубашка. Я думаю, должна быть в гардеробе каждой девушки. Но я взяла такой нежно-розовый. Хочется попробовать на себе и такие оттенки. Ну, девочки, я считаю, что лично для меня достаточно неудачный цвет. Мне подобный цвет всё-таки не стоило было... Ну, не стоило заказывать. Не очень, он мне прям красит. Смотрится достаточно дёшево. И плюсом, вот видите, вот она. До какого момента моя юбка всё просвечивает. То есть, в принципе, какое-то только бежевое бельё. Но она достаточно лёгкая, свободная. Тут вот больше, ну, вырез меня тоже смущает, что здесь на запах, типа, идёт. Потом что-то тут идёт не так, не так, как положено. Ну, не знаю, возможно, размер стоит, как бы, чуть поменьше померить кого-то на размер, типа, 66-го. Но, в принципе, изделие-то не так плохо. Но такое оно на повседневку. Вот именно, может быть, дома кто-то чисто так для дома купит. Ну, не знаю. Мне, как бы, не очень зашло. Не очень оно подошло. Поэтому, ну, средненькое что-то. Возможно, это реально не мой цвет, не мой фасон. Я в футболке, ну, сама по себе. Вот видите, оно выглядит неплохо. То есть, в принципе, неплохо, но вот по низу, из-за того, что и просвечивает, и остальное, ну, так себе. Ну, и плюсом, конечно же, футболка синтетическое изделие, но цена-качество, девочки. Ой, девочки, ой, девочки. Оп. Вот такая вот замечательная рубашка. И я вам скажу то, что эта рубашка под лён. То есть, на ощупь она прям лён. Вот такая прям, ух, интересно. Очень интересно. Но она полупрозрачная. Тут нужно что-то такое пододевать, потому что всё-таки, ну, ткань прям лён. Такое ощущение реально. Ну, посмотрим. Значит, по размеру я брала 4XL. Но она достаточно короткая. То есть, если её только с чем-то, в плане, там, не знаю, какой-нибудь юбки, ну, в моём случае, может быть, для кого-то вполне может быть приемлемо здесь джинсы на высокой талии, какие-то брюки. Ну, в общем-то, интересная расцветка, яркая. Мне такой, вот видите, уже цвет идёт, такое сочетание цветов. Ну, не знаю, выглядит, конечно, презентабельно. Посмотрим, померю и вам покажу. Никаких особо косячков. Ну, вот, ну, девочки, ну, я считаю, к ниточкам уже придираться, это такие нюансы. Да, они есть, да, вот постираешь изделие, и там уже только после стирки нужно смотреть. Ну, так, хочется померить. Такой прям лён, ну, по размеру, не знаю, девочки, как будет. Я, конечно, уменьшилась, но не настолько, наверное, ещё. Девочки, у изделия такой цвет, просто это бомба. Но эта бомба мне всё-таки чутка маловато. Во-первых, по рукам. Вы видите вот это вот, где у меня натяжение идёт? Вот оно прям уменьшает посередине моей руки всю область, скажем так. Ну, такое красиво. Вот если бы чуть-чуть по-уверсайз, чуть-чуть посвободнее. Вообще, мне очень нравится сочетание из самой изделия, то есть по ткани. В принципе, всё очень хорошо сделано. Я говорю, она сделана, что под лён. Прям вообще вау-вау. Ну, девочки, эта рубашка достаточно хорошая, свободненькая, я думаю, для кого-то была бы. Но не для меня. Поэтому, скорее всего, это пойдёт моей сестре. Я думаю, это размер немножко преувеличили, что ли. Я свои возможности, видимо, преувеличила. Но по размеру, девочки, вот кто меньше размером, кто любит такие подобные вещи, берите. То есть, ну вот у меня проблема по рукам очень сильно давит. Удивительная, по талии даже влезла. Ну, достаточно свободная, я думаю, будет. Даже у меня на талии, видите, всё достаточно свободно, но по рукам такое себе. Ну и по длине. Но я думаю, это просто не мой размер. Просто я взяла не свой размер, поэтому вот так вот. Но вот посмотрите, зато здесь какой цвет, девочки, какая текстура. Вот это изделие мне реально очень нравится. Хорошо бы село бы, было бы вообще прекрасно. Но пока что, вот кто поменьше, вполне себе, вполне себе можно такое вот приобрести. Очень удобная, достаточно дышит в нём кожа. Ну, то есть, я не чувствую, что я прям потею, потею. Но дышащая ткань, поэтому, девочки, вообще класс. Но, к сожалению, не на меня. В этом новом году хочется что-то яркое. Вот прям яркое и желательно на повседневку. Поэтому... Та-та-та-там! Та-там! О-хо-хо! Большой оранжевый мандаринчик. Даша будет большим оранжевым мандаринчиком. Опять-таки, бренд Zanzero. Вот у нас 5XL размер. Ну, в принципе, я стандартно там брала. Вот такая вот туничка. Заднее полотно немножко удлинено. Видите, тут есть такой вырез под мой животик. Но, скорее всего, буду поправлять немножко вперёд. Но тут есть вот такие вот швы плечевые. Поэтому, скорее всего, они немножко уйдут вот сюда вперёд. Но посмотрим. Ну, это такой цельнокровный рукав. То есть, тут, в принципе, хоп-хоп-хоп. И такую а-ля туничку на повседневную носку ты получил. Посмотрим. Само изделие приятное. Очень тянется. Мягонькое. Ничего, я думаю, колоться не должно. Ну, да, вполне, кстати, очень аккуратно сшито. Вот здесь как раз-таки и меньше всяких косячков. По ниточкам. Никаких таких прям супер-пупер нюансов нету. Дырок у нас, слава богу, нет. Поэтому, девочки, имейте в виду. Очень плохое изделие. Девчонки, специально пододела, в принципе, юбочку. Потому что я считаю, что с ней можно что-то еще заправить. Но, в принципе, кому нравятся джинсы или что-то подобное, тоже вполне такой вариант интересный. Но сочетание класс. По длине, конечно, вот хорошо. Вот по длине хорошо по попе. Там все, что можно, прикрыла. А спереди, ну, немножко, да, открывается. Скорее всего, вот таким вот образом поправляем. Выдвигаем вперед. Но вот эти вот у нас выточки, о которых я говорила, вот они. Они как раз-таки чуть-чуть вперед смещаются. Но, в принципе, как бы ничего такого сверхъестественного. Достаточно простая туника по пошиву. А изделия по цвету, вот в плане цвета, это бомба. Вот просто, может быть, ее сегодня прям схожу и протестю. Буду вот такая вот. Могляд у тебя мышь. Но, на самом деле, цвет реально очень классный. Само сочетание тоже шикарное. То есть, в принципе, на повседневку. Кто любит каждый день. Чисто так, знаете, накинул и пошел на работу. Да и все. То есть, вполне очень неплохой вариант. Ну и последнее. Но не по значению, девочки. Последнее. Ой, какая красота. Ну, конечно же, куртки. Ну, куда я без курток? Вот вы мне объясните. Посмотрите, какой цвет. Какой цвет, девочки. Это такой, знаете, нежный мандарин с нюдово-коричневым сочетанием. Ну, в общем, очень красиво. Подкладочка тоже такая. Вот мандаринчик, мандаринчик. Пушок, конечно, вот этот замечательный мех. Его нужно разглаживать. Но он достаточно мягкий. На самом деле, скажи то, что вот в Кейбе была. У них очень грубый мех. Что там прям трогаешь. Неприятно на ощупь. А здесь все-таки он достаточно приятный. Капюшон большой, вместительный. У кого голова побольше. Или с шапочкой. Ну, тоже так. Знаете. Размер у меня 5XL. Бренд я не могу прочитать. Может, кто прочитает. Но само по себе изделие хорошее. Достаточно тяжеленькое. Не скажу, что теплое. Скорее всего, это демисезон. На молнии. Есть, кстати... О, девочки. Это очень удобно. Вот эти вот кнопочки, которые вот здесь прямо у самого горлышка. То есть ты так оп, укутаешься. И вот здесь еще прямо застегнешь. Поэтому это очень крутая тема. Дополнительные кнопочки. На ощупь, ну, тоже похоже а-ля вельвет. То есть такая она тканюшка. Мне, кстати, интересно, промокает она или нет. В наших питерских условиях тоже не очень понятно. Ну, вот, в принципе, по цвету, по стилю мне очень нравится. По размеру чувствую то, что я, в принципе, войду. Но это все-таки демисезон или ближе. Ну, к такому, мне кажется, теплой погоде относительно. Но достаточно теплая, весомая. С подкладочкой так вообще замечательно. Ну, надо мерить. Надо мерить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, девчонки, в курточке достаточно жарко. Ну, то есть она, ну, я же дома нахожусь. Она достаточно тепленькая. Я, как говорила, ну, здесь достаточно грубая прям молния. Ее, чтобы застегивать, нужно немножко усилия придавать. Но, в принципе, ну, это такая, знаете, такая старая, больше такой вот старой закалки молния. Но она, мне кажется, из какого-то прям металла-металла состоит. Поэтому грубо достаточно идет. То есть это не прям пластмасса. Тут прям металл используется. Ну, и, конечно же, вот эти вот крепежи. Вот здесь вот прям. Я очень люблю прикрывать дополнительно еще шею, чтобы не продувал. Поэтому это огромный плюс. Гигантский капюшонище. Просто, ох! Просто, ух, спрячься и больше не вылазь отсюда. Курточка мне свободна. Еще можно, то есть тут вполне еще кто-то-кто-то вместится. Поэтому можно брать на размер 70, то есть чуть-чуть побольше. По рукам тоже достаточно свободно. Все уютно. Ну, такая, знаете, мне даже по цвету она очень нравится. Вот по цвету идеально. Но вот не знаю, на какой сезон. Возможно, ну, не знаю, весна, осень. Но по питерским меркам я, может быть, промокну. Мне кажется, все равно тут изделие. Немножко будут скатываться капельки, но в какой-то момент и впитываться. Поэтому, где нету дождей и достаточно холодно, вполне можно такое вот изделие себе прикупить. Ну, а так симпатичненько. Кармашки, кстати, тоже есть. Достаточно глубокие. Вот они прям вообще. Ну, мне нравятся. Карманы на замке, на минуточку. То есть можно застегнуть. Ну, изделие класс. Вот куртка мне нравится. По цвету вот такой цвет я вообще нигде курток не видела. Поэтому за цвет отдельный лайк. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте поставить мне пальчик вверх. Подписаться на мой канал. Поставить колокольчик, чтобы никогда, никогда не пропускать мои видеоролики. Я всех поздравляю с наступающими праздниками, Новым Годом, Рождеством и вообще Старым Годом. Всеми-всеми возможными праздниками. Я надеюсь, что вы их проведете просто потрясающе. Несмотря ни на что, я всех вас целую. Обожаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok